И сообщают, что Тиньков отказывает страховать недвижимость в Воронеже, я даже боюсь предположить, почему, вообще жуть, конечно, про Воронеж, такое ощущение, что все уже приговорили, потому что и такие новости, и такие. И в бюджет пенсионеров, ну, в фонда заложена смерть миллиона пенсионеров, что-то они постеснялись, что-то маловато миллион пенсионеров заложили за год, я думаю, что намного больше будет, сейчас такие времена, что пенсионеров будет путинская система сжрать просто. Переселенцев в аварийных домах в торжественной обстановке вручили ключи, это в Стрельце Семилукского района, ключи им вручили на улице Гагарина, 31, а потом, когда видео сняли, ключи забрали, так что, видите, как здорово. Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 миллиардов рублей, Путин назвал решаемой проблему алкоголизма в России, да, видите, вот, он пишет, говорит, что для этого у людей должно быть в том числе, должны быть в том числе возможности для саморазвития. Позвольте, а кто лишил их этих возможностей? Кто их лишил возможности к саморазвитию? Для этого средства нужны, средства все украл, вова жадный, сволочь. Это решаемая проблема, в стране в целом-то решается, у вас это тоже наверняка можно и нужно решать, это Путин, значит, в Магаданской области признался, что его настораживает такая тенденция на Колыме, ну, пьянство, да. Это наверняка связано с недостатком развития социальной инфраструктуры и так далее. Путин пояснил, что говорит не только об образовании медицины, конечно, образования медицины нет в России, что там говорить. О чем он говорит, я, честно говоря, не понимаю. Нужно, прежде всего, повесить Путина, ну, или накол посадить, лучше накол, а потом уже заниматься образованием медицины и всем на свете, и пьянства-то никакого не будет. Сейчас информационный мир. Какое пьянство? Людям интереснее зависать в информационном мире, чем бухать. Песков сказал, что, стреляя из винтовки на Рязанском полигоне, верховный главнокомандующий несколько раз попал в цель. О, как, блядь, видите? Это так восхитительно для них, что человек, блядь, стреляет из винтовки и попадает с оптическим прицелом, да, с расстояния там 150 метров, и он попадает в цель. Это вообще, представляете, какие-то ничтожества полные. Об этом вообще даже говорить смысла нет. Просто нет смысла говорить. В цель он попал. Жуть, конечно. В Госдуме заявили о возвращении дабы почти 10 тысяч мобилизованных в ящиках или как, или в виде повесток, в виде бумажных журавликов. Да, надо, видимо, таких сделать, бумажных журавликов, ради прикола. Предложили новый способ поддержки семей мобилизованных в Госдуме. Я думаю, что там поддержат. Так поддержки своих не соберешь. Мишутин поручил вице-премьером курировать высокие технологии. Ну да, уже Чубайс покурировал. Роснано уже курировал. В Совете Федерации призвали Зеленского отказаться от мании величия. В общем, в Совете Федерации такие невежественные люди. Нет такой мании величия. Есть бред величия. А мании величия нет. И вот всегда, ну, слушаешь таких. Об этом высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Не знаю, кто это такой, но слышал протокол. Давайте вот посмотрим с вами вместе, кто такой Сергей Цеков. Такой невеже. Блин. Сейчас скопирует на... Так, Сергей Цеков. Я помню, что-то я смотрел как-то, да? Что это за перец такой? Посмотрим. Цеков Сергей Павлович. Ой, рожа, блядь. Алкаш такой, похоже. Так, Сергей Павлович. Давайте поздним. 53-го года рождения и так далее. Так, так, так. Пошел в школу в Симферополе. Слесарь-электроботчик. Крымский медицинский институт. Лечебный факультет. Народный депутат Украины. Председатель Верховного Сайта Республики Крым. С 94-го до 95-й. Так, заместитель председателя исполнительного директора русской общины в Крыму. Ну, так, в общем-то. Какое-то ничтожество. Что можно сказать. Единая Россия и так далее. Но, знаете, что дало мне заключить, что это абсолютное ничтожество. Не знаете? Крымский медицинский институт. Лечебный факультет. То есть, человек проходил клиническую психиатрию как основной предмет. И не знает, что нет мании величия. А есть бред величия. Представляете, какие ушлепки. Просто конченые. Ну, ладно бы, там какой-то инженер был. Ну, понятно. Не все инженеры должны знать. Ну, в любом случае, языком трепать. Если ты не знаешь, не имеешь представления о предмете, то зачем трепать языком? А это лекарь. Представляете, я не знал, что он лекарь. Я просто чувствую, надо залезть посмотреть. Залез. Представляете, какой это лекарь. Слез и встать. Продолжение следует. Продолжение следует.